так это восьмой уровень здесь нам нужно будет скажем так нам нужно будет немножко поторопиться в этот раз также давайте посмотрим на всю карту значит мы видим здесь интересные вещи например то что на севере находится какая-то вот непонятная область на самом деле другой хранитель тоже потом мы видим вверху какую-то странную комнату вернее странную область и еще видим здесь в золото дополнительно при этом давайте значит что что нам нужно сделать это защититься от того что другой хранителя разроет вот здесь вот в этом вот месте золото и пророется к нам поэтому нужно в этом месте построить стен давайте это и сделаем в первую очередь после чего начнем собственную игру того что это для того чтобы построить стену достаточно прорыть в определенном месте тоннель и потом дать приказание импом чтобы они укрепляли стену для этого их нужно просто рядом с со стеной и поместить давайте еще создадим немножко импов чтобы времени терять зря так вот давайте я туда дам всем импом нам приказание укреплять стену как видите их просто бросаю перед стеной они сами начинают колдовать этого импа тоже пристроим сейчас не начинает дальше не не нужном месте укреплять стен на самом деле нам нужно только вот этот кусок укрепить после чего к нам прорывся хранитель не сможет потому что заклинание разрушу стены в игре хоть и есть но вражеские хранители пользуются не умеет и так поехали также вы могли заметить то что у нас в игре появилась музыка ну да появилась возможно в записи этого и не будет я пока что не знаю так что не удивляйтесь ничему но по крайней мере я ее слышу так наши импы в конец обленились давайте им дадим приказание правильное а я пока что не строю не рою к порталу ничего и не строю сокровищницу чтобы побыстрее разрыть золото тоже которое у нас здесь есть чтобы у нас были получше юниты вот чтобы мы построили сразу хорошее подземелье и к нам пришли хорошие юниты сразу так значит мы уже так насобирали довольно неплохое количество золота но это далеко не предел конечно же также на самом деле игра идет с немножко другим соотношением сторон нежели вы можете на записи видеть ну ничего страшного это на это сильно не влияет на качество изображения то есть на самом деле соотношение сторон четыре к трем также я бы хотел сразу же протестировать правда ли то что я скачал я скачал с патчинную версию досбокс который захват видео идет отдельным потоком и говорят то что в ней есть проблемы скоро мы это и вы узнаем что игра начинает тормозить через некоторое время так ну вроде как мы разрыли золото которое у нас было в шаговой доступности вот давайте возьмем эти деньги построим сокровищницу построим жилищ тренировочную и библиотеку и приступим к непосредственному развитию итак значит что нам нужно построить сначала логово также давайте параллельно дадим задание нашим импам чтобы они начали рыть место под курятник здесь у нас будут поначалу финансы ограничены то есть мы не можем рыть золото сверху потому что там будут ну скажем так нас будет ждать вот здесь вот не самый приятный сюрприз как и здесь тоже зато у нас есть на этом уровне тоже драгоценные камни которые являются источником бесконечного богатства этим мы воспользуемся конечно же и еще здесь кое-кто бегает а мы тоже этот вопрос скоро исследуем так строим курятник осталось только построить тренировочную и библиотеку и можно впускать монстров так давайте построим библиотеку библиотеку нужно строить где-нибудь в более-менее изолированном месте чтобы туда никто не пришел случайно и специально тоже давайте параллельно разроем еще в одном месте параллельно еще в одном месте разроем комнату кстати говоря для того что перейти в режим с высоким разрешением нужно нажать то ли command то ли control то ли alt r честно говоря не помню точно что а потому что по умолчанию под досом будет игра идти в пониженном разрешении но досбокс вполне справляется и с полным разрешением тоже поэтому проблем не должно быть у вас с высоким разрешением итак мы видим то что за нами наблюдает вражеский хранитель еще здесь у нас будет комната для тренировок тренировочная комната звук иногда заикается по каким-то причинам давайте посмотрим в чем дело так он пока что только 10 минут на записи так настал payday если бы мы впустили монстров то мы бы уже потеряли деньги на payday а монстров у нас было бы уже некоторое количество я думаю точно пока что хранитель не начал рыть это золото на свое уже развил и идет сюда к большому вот этому участку так что же давайте построим тренировочную строить я буду не на всю территорию пока что потому что денег не так много ну и давайте все впускать вроде как игра довольно плавно идет поэтому не знаю вроде бы все нормально так ну еще мы можем безопасно вполне вот это кусок золота разрыть давайте этим займемся собственно давайте вот откуда-нибудь начнем и здесь построим маленькую сокровищницу впоследствии может быть что-нибудь еще построим тоже вот мы видим то что вражеский хранитель уже начал рыться из золота и мы могли с ним очень быстро столкнуться в таком случае к нам пришел байл демон байл демона мы сразу быстренько поселим и отправим тренироваться демон спалом тоже можно оставить его тренироваться он нам пока что не мешает ну и как мы создали довольно большое хранилище мы все создали очень благоприятные условия для хороших монстров чтобы они сразу к нам пришли и маг сейчас должен сразу пойти в библиотеку и начать нам исследовать хотя бы мост нам очень пригодится так надеюсь мы строим сокровищницу как я уже говорил вот мы здесь построили сокровищницу давайте рыть собственно давайте проход побольше оставим проход импом золото и собственно само золото мы видим то что здесь с краешками откусанными золото мы скоро поймем почему это так и не будем внешний слой золота рыть потому что там открытое пространство там слой монстры а здесь кто-то бегает нас нет заклинания посмотреть кто там но я вам говорю то что там хорошие люди вернее монстры даже я использую английскую версию Dungeon Keeper потому что мне нравится озвучка и атмосфера в первой весе Dungeon Keeper и в оригинальной озвучке она по-моему лучше все передает все ощущения от игры ну вот мы моста исследовали и пока что строить нигде его не будем но учтем вот видим то что к нам очень скоро прорвется синий хранитель вот он уже тут разрыл все если бы мы здесь не построили стену то он бы смог до нас и дальше добраться может быть он и попытается это сделать скоро увидим ускорение так три байл демона ничего не делать ай-яй-яй их нужно всех в тренировочном отправить потому что байл демоны первого уровня себя особо ничего не представляет так ну и наверное нужно для мануфактуры разрыть уже кусочек будет не очень большой но и не очень маленький они его скоро исследуют мануфактуру сдадим еще несколько импров отшлипаем их хорошенько стражевой пост я уверен то что он нужен нам достаточно то что мы вход в вот эту вражескую территорию построили рядом с тренировочным залом так вроде как он не стал дальше рыть но даже если бы он попытался я имею ввиду вражеский хранитель даже если бы он попытался у него ничего не получилось так ну а тем временем добыча золота идет полным ходом и вот начиная с определенного момента мы не сможем обойтись без моста потому что дальше они не смогут рыть вот этот кусочек поэтому нужно территорию пометить сначала закрепить за нами территорию о а вот и подбор подоспел подоспела мануфактура вот здесь построим от души но слишком усердствовать не будем нам нужен тролль тролль причем не интернет тролль а простой тролль из сказок так нам какое-то новое заклинание мы исследовали давайте посмотрим какое собственно угу инвизи биллити консерв монстр невидимость это очень полезное заклинание так ну да библиотека за почти заполнена так что больше чем шесть магов нам в общем то и не нужно ага бараки для того чтобы построить для того чтобы к нам пришел орк достаточно построить одну клеточку с бараками по моему я это уже говорил того чтобы пришли тролли нужно построить мануфактуру а того чтобы пришли колдуны волшебники нужно им построить библиотеку все логично так музыка очень интересная так шесть седьмой маг нам все таки не нужен есть ограничение вот на этой карте 27 существ на карту поэтому мы будем просто выкидывать лишних юнитов о вот к нам пришел тролль осталось только темная хозяйка но для этого нужно исследовать соответствующее здание так пейдэй составляет 1799 золотых а пока что это фигня конечно так вот значит мы обнаружили здесь двух собачек и еще трех четырех демонов спал итого у нас их восемь а собачки нам пригодятся они бегают во все стороны в общем то они особо не нужны но они довольно сильные помогут нам отбиться вот тех кто нас поджидает в этой открытой области о ждала это была молния причем которую а кастовал другой хранитель потому что он был синим цветом а здесь здесь у нас что у нас здесь трансфер кратчер вот его инпы отнесут в нашу библиотеку так байл демонов тренируем орки тоже заняты работой а исследования комнаты вот есть тюрьма да а есть пыточная и нам нужна конечно же пыточная будет построить 3 на 3 как минимум для того чтобы пришли темные хозяйки больше чем 3 на 3 нам ее строить не обязательно но построить нужно ну тут пары им показалось рядом вот они внесли в библиотеку так а вот и пыточная подоспела когда мы для нее место отвели вот к нам должна прийти хозяйка темная хозяйка дарт мистерс вот а от демон спавнов мы избавимся в ближайшем времени очень простым способом так тренировочная у нас полностью заполнена ага и дверь сделали дверь запилили нам тролли ага и много заклинания лечения это хорошее заклинание давайте возьмем несколько импов и начнем рыть вот в эту сторону собачек оставим тренироваться собачек тренироваться поставим потому что они у нас в данный момент самые высокоуровневые существа так ну и когда мы до сюда пророемся мы должны будем немедленно отозвать импов всех скоро вы поймете почему так ну собственно вот 8 импов у нас уже и осталось вот вот к сожалению собачку взять собачку собачку взять не успеваю так так значит мы исследовали темный храм и вот к нам пришла темная хозяйка и собачка пришла опять воевать с ними в принципе она неплохо справляется да так теперь можно отпустить мы вроде как всех всех побили нехороших так так к нам пришла темная хозяйка она должна отправиться в тренировочную она сама должна быть уже тут так здесь поставим здесь дверь усиленная так давайте добывать дальше золото посмотрим здесь может быть уже никого и нет дверь нужна чтобы на всякий случай ее запереть чтобы никто больше не ходил здесь в том числе наши не выходили все можно запереть на ключе тогда наши не смогут выходить так наши маги все исследовали поэтому они нам больше не нужны отправляем их обратно в портал потому что нам больше нужны хозяйки хозяйки остальные у нас есть Brigid Ivy офис ла лавушка в морске просто тюрьл хорошее так давайте здесь поставим храм не хочу нигде больше рыть тоже достаточно 3 на 3 храм это место где жертвоприношение приносит получает темных богов давайте возьмем одного тролля и будем его тренировать вместо того чтобы он работал все остальные юниты у нас тоже тренируется сами скоро узнаем скоро вы узнаете почему зачем нужен храм тоже скоро узнаете хочу проверить что записи все хорошо так вроде бы да так мы сюда не должны хранители вражеские пробраться и вот здесь вот могут быть могут летать те феи которые молнии бьются может быть и не летает уже достоверного ответ на этот вопрос я пока что не знаю в любом случае у нас импл пока что там первого уровня так что это не страшно если хочу построить маленькую сокровищницу чтобы импл было поменьше бегать чтобы эффективность была повыше так а собачки оказывается не дружит с демон спаунами ничего страшного мы их поселим отдельно и курятник тоже отдельный путь проделаем так поселим их отдельно на вторую собачку пока что отправим тренироваться то одеяруса существа только когда они вынуждены жить вместе если они не живут вместе то они воевать тоже не будут друг с другом поэтому собачек нужно переселить просто в отдельную отдельное логово отправить дальше тренироваться здесь еще такой момент есть что если даже они не живут вместе а просто собачка например будет проходить мимо логово демон спавна и он там будет то они тоже будут воевать а ничего мы от демон спавна скоро избавимся какая собачьи в принципе тоже так тем временем почти 30 минут прошло и я в скором времени поставлю запись на паузу ну что если больше чем 30 минут то практика показывает что там начинать проблемы так ну вот наша муха сейчас полетит изучать окрестности и окребят по полной конечно ну ладно за зато мы что-нибудь да узнаем смотрим по идее составляет уже 4600 довольно неплохо это же цифра написано в разделе с вопросиком если говоря мы достигли предела количество существ нашем подземелье поэтому нам придется избавляться от некоторых юнитов орки очень хорошие воины тролли нам честно говоря столько не нужно лишних отправим муха сама сдохнет а вот демон спал с демон спавнами мы сейчас найдем куда применить муха летит летит и ее тут же убивает молнией вражеский хранитель собственно не удивительно главное чтобы то же самое не произошло с собачками она обязательно произойдет на самом деле если быть честными ну что ж мы почти разрыли кусок так отлично вроде бы запись идет все хорошо так вот мы пришли к некоторым интересным упрятам так ну давайте демон спауна собственно туда и спустим давайте посмотрим что из этого получится импан тоже достанется если не уйдут ну так наши демоны спавны еле-еле справляются собственно это нас полностью устраивает спустим туда ворках теперь мы увидим то что они очень быстро справиться с поставленной задачей и дальше пойду тренироваться сами так что все хорошо давайте посмотрим какого уровня у нас самый высокий тролль самый прокачанный тролль 2 хозяйка одна что-то скучает нужно тренироваться так деньги у нас пока что есть но мы ждать пока не закончится не будем будем рыть бесконечные ресурсы конечно же вот в этом месте мы построим сразу же стену и еще укрепим наши позиции дальше так стену нужно укреплять вот это так но пока укрепляется стена давайте с построим сокровищница небольшую возьмем дальше следующее такое так очень правильно делать что укреплять стены это именно то что я хотел от него бывает бывает с импами это довольно редко но на этот раз он угадал что я от него захочу так двери тут запилили так ну вот как можно дальше мы построим наши стены но так чтобы не наткнуться на другого хранителя все где-то здесь наверно нужно закончить так ну что же поставим здесь построим здесь мостик и отметим того чтобы мы покопали и создадим еще немножко либо ну вот теперь у нас не должны деньги кончаться так три мага нам не нужны более того нам не нужно такое количество троллей достаточно трех ну вот как-то вроде получше теперь здесь просто вражеский хранитель тоже будет копать это известный факт поэтому лучше принять превентивные меры так мы когда у нас будет немножко больше денег если будет в любом случае мы возьмем нескольких импов за прямых в комнате а кстати говоря есть некоторые ленивые импа весьма так 3 4 так вот значит возьми несколько импов за прямых муха наверно да муха это фигня конечно так вот запрём их и отправим тренироваться в отдельном месте которое никто другой занять не сможет вот значит возьмем несколько импов и будем их тренировать начиная с третьего уровня а нам нужно на самом деле 9 импов всего начиная с третьего уровня их появляется ускорение нам нужно всего 9 импов потому что 6 с этой стороны и 3 с этой стороны поэтому давайте создадим еще и отправим тренироваться сразу же больше повесим не сможем себе позволить вот этих всех импов мы отправим на тренировку все там не помещаются но сейчас поместится давайте попробуем так все равно не помещается одному места не хватило так давайте еще расширим немножко теперь точно должно хватить ну вот импы денег много не требует тем временем мы тут разведали неплохой участок весьма весьма неплохой так сколько у нас собачек две собачки все хорошо деньги тем не менее тем временем он скончается очень-очень даже быстро ну ничего до третьего уровня мы импов тоже достаточно быстро мы тренируем давайте посмотрим кто есть у нашего хранителя из юнитов как-то видны только импы ну ладно ничего страшного так пейдей отличный шанс посмотреть на то какие у него юниты если у нас открыто сердце подземелья ну и как-то его юниты честно говоря не впечатляют возможно нам и не придется ничего ждать больше так давайте посмотрим на наших юнитов ну да а и так давайте сохранимся давайте сохранимся а мы сюда пройти не сможем так ну ничего страшного мы можем пройти по довольно коротком пути так собачка десятого уровня как раз она стала уже пойдет гулять пока что мы этого не хотим так здесь к сожалению не самое безопасное место того чтобы это делать здесь очень много проходит давайте пойдем все таки снизу вражескую муху быстро очень убили понятное дело так нам нужно построить мост до врага взять одного импа придать ему ускорение прекратить тратить деньги на тренировку юнитов потому что иначе не у нас закончится и и это будет очень недовольны так дать ему ускорение спрятаться спрятаться и начать бой собственно я сразу не дожидаясь ничего больше так заберем всех кто нас есть отпускаем так троллей можно было не отпускать вообще говоря конечно так 3 димас полна 5 магов так ну и смотрим как поживает наш эвенгер так давайте все таки нужно выпилить дверь так давайте все кого возможно возьмем возьмем так надо дальше идти конечно же так нужно идти к флагу я сказал так давайте пойдем так варлоки нам не нужны в любом случае так здесь у нас конечно понятна ситуация здесь по сути никого и нет больше и и и и и и и и и для того чтобы сердце подземелья разбомбить достаточно того что у нас есть так что и тренировать нужно тех кто остался хозяйку и тролля так мы в общем то победили здесь орков мы марки нам не нужны марки поживут себе так мы вот победили денег у нас как-то не прибавилось на у нас есть импы 2 уровня в общем сейчас мы ситуацию деньгами стараемся исправить просто пока что вручную соберем все деньги которые выводились так мы должны как минимум тролль тролль тренироваться и и темная хозяйка эти господа пусть себе живут так вроде бы деньжат у нас стало чуть-чуть побольше так мы ждем пока наши импы тренируются до третьего уровня да и для этого нужно сначала и помимо этого нужно еще одну вещь сделать это пометить территорию до сюда чтобы здесь построить сокровищницу и захватить вражескую сокровищницу тоже там деньги должны быть так давайте все таки захватим этот кусок и поможем немножко импу чтобы мир ослаблялся как видим мы сохранялись не зря на победу далось нелегко один имп ничего не делать давайте его и заставим оставшееся здание захватывать эти импу и достигли третьего уровня можно их отпустить теперь и вот очень быстро золото добавлять так главное чтобы наш тролль и хозяйка тренировались а орки сидели дома это и должен был уменьшиться слегка ну да три тысячи портал даже захватили мы так вот значит что здесь у нас здесь у нас нужно построить сокровищницу чтобы сюда относили деньги на самом деле то что я буду сейчас делать это тренировать юнитов трех чтобы под байл демона тролли и темную хозяйку то приемлемого уровня чтобы потом опустить их всех трех в бассейн в храме и получить хорн дриппера который мы передадим на следующий уровень как вы помните заклинание штуковина трансфер критчер у нас она у нас уже в библиотеке лежит и я считаю то что самым правильным было бы передать хорн дриппера самого высокого уровня то есть десятого для этого нужно иметь юнитов соответствующего уровня вот тролли хозяйка у нас пятого уровня достигли так орки все тренируются конечно очень хорошо но нам нужно тренировать самого высокого уровня байл демона еще всех остальных во вторую очередь на рынках с деньгами у нас должно быть достаточно все хорошо поэтому мы сможем построить тренировочную нужных размеров и никого не ограничивать в желании потренироваться также можно шлепать юнитов чтобы они быстрее работали но они могут на вас обидится один раз можно шлепнуть без больших проблем так давайте возьмем какую-нибудь импа и у нас еще осталась неизведанная вот эта часть давайте приступим к ее исследованию здесь вот какая-то лава вот давайте теперь территорию закрепим за нами приготовим лечение скоро увидим зачем ну сначала да он должен совсем разобраться так не помогло давайте собственно денег не так уж и жалко теперь ага ловушка обезвредили собственно осталось теперь дело в шляпе нужно раздолбать одну из этих дверей и на самом деле нужно вот эту дверь столбать а вот этих двух нас ожидает ловушка так ну давайте я самого крутого орка или даже всех самых крутых орков направим на то чтобы долбить в магическую дверь вот эту магическая дверь очень крепкая поэтому мы взяли самых крутых юнитов в плане атаки так ну собственно вот и готово осталось теперь только понять что это за штука такая значит это первый бонус на уровень тут не знаю честно говоря че еще добавить сейчас к нам будет библиотека куда-то отнесен в одну из библиотек отнесен будет не знаю в какую пока что наверное в самую ближайшую то есть вот в эту ну да давайте посмотрим какого у нас уровня наш орк шестого уровня самый высокого уровня орк шестого хозяйка шестого бал демон седьмого так у меня есть подозрение то что этого будет достаточно для того чтобы получить десятого или близкого десятого ну давайте на сексусе сохранимся так переном самых высоких уровней шестой шестой седьмой уровень обидно что же давайте загрузим тогда сохранение ммм и подождем пока они тут тренируются до последнего уровня так значит байл демон хозяйка ой не та хозяйка а где та не знаю где та где та хозяйка вот он так ну и придется подождать пока натренируется натренируется до десятого уровня каждый из юнитов после чего мы продолжим с вами так мы натренировали наших юнитов давайте посмотрим что будет когда мы их возьмем значит седьдесятого уровня тролль байл демон и хозяйка и опустим их в водичку в храме в храме и получим очень интересное юнитов хорн дрипа десятого уровня вот теперь собственно локейт хидден волт после чего мы должны передать на этот уровень хорн дрипера десятого уровня на этом уровень закончен сейчас поднимем мы сейчас локейт хорнейт 2 2 3 5 5